Всем привет дорогие друзья, вы на канале Labanimations. Сегодня я бы хотел представить уже десятый, получается что, юбилейный влог. И как вы поняли, в нем мы рассмотрим множество интересных обнов. Начнем издалека. 1 и 2 июня в Москве в торговом центре Капитолия Вернадского проходило мероприятие, посвященное 20-летию Лего Звездным Войнам. И называлось оно Хроники Йоды. Организовано было все следующим образом. Были зоны свободного конструирования и призы. Но в отличие от тех мероприятий, на которых я был раньше, тоже связанные с Лего, на этом за постройку какой-нибудь ерунды за несколько секунд ты получал максимум диплом участника. Из-за получения реально чего-то стоящего, а если быть точным, то полибега или плаката, одного на выбор, надо было построить и вправду что-то интересное. Типа того, что вы сейчас видите. Чтобы вы понимали, это космические базы, построенные небольшими группами участников. Каждый из которых получил один приз на выбор. Или полибег, или плакат. Конечно, не присутствовал на мероприятии, также организованному Мир Кубиков, посвященную 20-летию Звездных Войн, проходившую несколько недель назад. И не знаю точно, были ли там розыгрыши набора вот этой вот линейки 20-летия. Но на этой все ограничивалось только полибегом, постером и дипломом. Также, скорее всего, только вот эти два дня, 1-2 июня. Не знаю, во всех ли в Мире Кубиков, но точно в Мире Кубиков в этом торговом центре Капитуля Вернадского. Проходила акция, что за покупку абсолютно любого товара в магазине давался один из трех подарков на выбор. Это были полибег с Астромехаником R3-M2, полибег с Тайфайтером, посвященному фильму Хан Соло, и еще брелок Дарта Вейдера. Ну и давайте посмотрим, какие же у меня обновы. Ну и первое, это блистер по фильму Человек-паук «Вдалее от дома». Это совсем недавняя новинка. Ну и, не знаю, мне блистер понравился. Он, конечно, такой достаточно спорный, но в многом потому, что в нем есть Человек-паук. Данной фигурки ни в каком образе нет в коллекции. К тому же, я пока что не планирую покупать какие-то наборы этой линейки. В общем, говоря о блистере, в нем также идет, помимо Человека-паука, уже Петер Паркер, Нед и его друг, и Мария Хилл. Это агент щита, появлявшийся чаще всего с Ником Фьюри. К слову говоря, все эти фигурки являются эксклюзивными, даже Спайди, благодаря своему второму выражению лицу, которое является отдельной головой. Тут, как вы видите, в Спайди поедающие пиццу. Ну и, более-менее, блистер доступный, стоит так же, как и остальные, 1200, и, как по мне, достаточно неплохая обновка, дополнение к моей коллекции. В качестве подарка я выбрал вот такой вот полибэк с астромехаником R3M2. Это, как я понимаю, полибэк 2017 года, ну и, в принципе, выбрать было нечего. Брелок мне не нужен, а полибэк с тайфайтером по Хану Соло, он вообще какой-то неказистый, поэтому я выбрал именно этот подарок. Ну и последний, это тот самый приз, который меня приятно удивил. В общем-то, это у нас Тайгирио, имперский шаттл типа Лямта. И меня удивил тот факт, что он 2014 года, то есть ему уже 5 лет. Не знаю, откуда они его достали, к слову говоря, пост, который тоже был одним из вариантов, он также был 2014 года, и на нем были забраны все фигурки той линейки. Также, хотите ли вы обзор на этот блистер, сейчас высветится опрос в верхнем правом углу. В общем-то, если хотите, голосуйте да, если же вы не видите смысла в этом обзоре, то голосуйте нет. Ну и еще одной обновой являются вот такие вот два редких полибэка. Первый полибэк с мини-фигуркой взломщика, ну а второй с мини-фигуркой адмирала Юларена. Слово говоря, достались мне они из Венгрии, где они стоят практически в два раза дешевле, чем в России. То есть взломщик в России продается за минимум тысячу, там же он продается за 600 рублей. А адмирал Юларен в России продается минимум за 1700, там же он продается за 1100. То есть практически в два раза, что, конечно же, достаточно круто. Также, сейчас высветится опрос, сразу же с тем, хотите ли вы обзоры на эти фигурки. Сразу предупреждаю, что обозревать в них практически нечего, поэтому большей частью они будут состоять из лора, а персонажей. И видео могут получиться для кого-то скучными. Но для фанатов Звездных Войн, которые хотят побольше узнать о вселенной, скорее всего, они будут интересными. Поэтому, учитывая этот факт, проголосуйте, если, конечно, вам не сложно. Ну и на этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok